Продажи новых автомобилей в Казахстане бьют рекорды. По данным Ассоциации казахстанского автобизнеса, в первом квартале этого года покупатели приобрели более 37 тысяч единиц техники. Какие бренды были самыми популярными, насколько подорожали машины в стране и почему китайские производители электромобилей объявили ценовую войну мировым концерном. Обо всем подробнее расскажет наш экономический обозреватель Индира Тикжанова. В казахстанских автосалонах, судя по статистике, в марте наблюдался настоящий пик продаж. За месяц дилеры реализовали свыше 13 тысяч легковых машин и около 700 единиц спецтехники. В профильной ассоциации отмечают, что это был лучший результат с начала года. По сравнению с мартом 2022 продажи выросли почти на 28%. Впрочем, за весь квартал показатели не менее впечатляющие. Более 65% роста. Десятку самых популярных брендов в марте возглавляет Hyundai. Покупатели приобрели 3757 машин этой марки. Далее следует Chevrolet и замыкает тройку лидеров Kia. И что самое интересное, на четвертой позиции Chery, неожиданно потеснивший столь популярную у нас Toyota. Генеральный директор Центра анализа и мониторинга авторынка Артур Мискарян отмечает, что китайские производители с прошлого года заметно расширили свое присутствие в Казахстане. Их продукция теперь замещает европейские и японские марки, которые ранее импортировали с территории России. В прошлом году доля транспорта из Поднебесной в общих продажах заняла почти 10%. Сейчас уже 8 брендов предлагают казахстанским покупателям порядка 42 моделей. Всего же на отечественном рынке представлена продукция 30 мировых производителей. Пять брендов локализованы у нас и именно на них сейчас приходится основной спрос. Причина в относительной доступности и наличии бюджетных моделей, отмечает эксперт. Что касается цен на новую технику после рекордного подорожания предыдущих лет, ситуация более стабильна, считает Мискарян. Если смотреть в целом картину по рынку, в общем, то в сравнении с прошлым годом цены пересмотрены в пределах индексации. Ну, то есть это 5-10%. Однако по нескольким моделям на рынке есть даже снижение. Вообще тут надо сказать, что со второго полугодия 2022 года, в принципе, ситуация с ценами, она стабилизируется. И сейчас на самом деле нет никаких предпосылок для той ценовой волатильности, которую мы видели год или полтора назад. Между тем, китайские производители электромобилей теряют прибыли из-за продолжительной ценовой войны. Напомню, в прошлом году Тесла начала волну распродаж на электрокары, производимые на заводе в Шанхае. Чтобы удержаться на плаву, более 40 автобрендов вынуждены были также снижать цены на свою продукцию. Сейчас на рынке КНР стартовые цены на отдельные модели Тесла на 7-10 тысяч долларов дешевле, чем США. Инвесторы в ожидании отчета американского производителя о финансовых результатах за квартал. Данные опубликуют уже завтра, и тогда станет ясно, во сколько обошлась Илону Маску компания по завоеванию рынка Поднебесной. Добавлю, согласно последним данным Китайской отраслевой ассоциации, продажи легковых машин с двигателями внутреннего сгорания в КНР с начала года сократились на 13%. Что касается электрокаров, в данном сегменте рост составил почти 22%. Эксперты отмечают, крупнейший в мире авторынок сейчас стремительнее всех движется к электрификации. Продолжение следует...